16 мая, суббота. О главных событиях, которые произошли к этому часу. Вооруженные силы Украины продолжают нарушать режим тишины в Донецкой Народной Республике. Президент Украины Петр Порошенко подписал ряд законов, которые призваны запретить упоминание советского прошлого страны и прославить роль бойцов украинской повстанческой армии. Мобилизационные повестки призывникам теперь выручают на границу Украины. За сутки зафиксированы 19 фактов нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, в том числе с применением артиллерии, танков, миномётов и гранатомёта. Под огнём силовиков оказались Широкино, Горловка, Белая Каменка, Жабуньки и Новомарьевка. Информация о потерях среди мирного населения и разрушениях уточняется. Президент Украины Пётр Порошенко подписал четыре закона. Документами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации. Теперь Украина отказывается от упоминания термина «Великая Отечественная война». Вместо этого будет использоваться только термин «Вторая мировая война». А во время праздничных мероприятий, посвящённых победе, будет запрещена советская символика. На контрольно-пропускном пункте деловое в Закарпатской области Украины на границе с Румынией военнообязанным вручали повестки. Военным комиссариат Закарпатской области заявили, что всё законно, а этот шаг вынуждены. «Я считаю, что вручать повестки на пересечении границ законно. Если не работают председатели сельсоветов, руководители предприятий, то приходится принимать такие меры. А где их ещё ловить? В горах, на дорогах? Вынуждены так поступать», – сказал исполняющий обязанности военного комиссара Закарпатского военкомата Украины полковник Олег Винецкий. Тем временем Верховная Рада одобрила повторный призыв после демобилизации. Украинские парламентарии приняли закон о внесении изменений в статью 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Напомним, под мобилизацию в Украине попадают военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. Призыв на срочную службу в стране будет осуществляться с 20 лет. В ДНР руководство решило вместо паспорта ввести универсальные пластиковые карты, сочетающие в себе удостоверение личности гражданина и банковскую карту. Об этом на пресс-конференции заявил глава ДНР Александр Захарченко. С одной стороны карты будут размещены паспортные данные гражданина, а с другой – платежные реквизиты. По словам главы республики, введение бумажных паспортов нецелесообразно по той причине, что республика пока еще не признана, поэтому правительство решило ввести универсальный документ, который будет включать в себя персональные данные и одновременно являться платежным средством. Мы планируем в ближайшее время сделать социальную карточку, которая будет служить не только как удостоверение личности, а будет служить еще как платежное средство. И благодаря социальным карточкам мы будем перечислять все, что положено в любом должном ДНР на счет этой карточки. Да, с этой карточки может прийти в любой банк, в любой магазин и либо с банкомата снять наличные, либо рассчитаться за какие-то товары и услуги непосредственно этой карточкой. Эта карточка сейчас разрабатывается, разрабатывается ряд определенных программ, делается оборудование, программное обеспечение для банкоматов и так далее, и так далее, и так далее, чтобы в ближайшее время мы сняли вот эти дикие очереди, которые на сегодняшний день есть. Вы правы, они здесь не существуют, но только вот таким путем мы можем максимально быстро их убрать. Своего рода эта карточка будет служить еще и паспортом, ну, как последней личностью. Поэтому, в принципе, убиваем несколько зайцев. Первое. Обеспечиваем граждану средней личности. Второе. Обеспечиваем, уменьшаем очереди для получения денежных средств. И самое главное, снижаем, наверное, нехватку самих наличных денег. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова